Ну, моё мнение, что в отношении пенсионеров и там ситуация с прожиточным минимумом, она абсолютно не... То есть реальный прожиточный минимум и прожиточный минимум, который закладывается в бюджет, они там разница практически в половину. Вы знаете, вот очень жалко, что ушёл министр, потому что мы как бы начали дискуссию вот с ним по нескольким вопросам. Когда министр говорит, что у нас снизится долговая нагрузка на 3%, как это может быть, если у нас 400 потрачено в этом году на долги, а в следующем планируется 600? Если нам надо в следующем году отдать 400, а мы планируем занять 700, то она только увеличится. Я считаю, что, опять же, ситуация с заработной платой, это, опять же, такой очень важный тест для власти, для правительства, потому что подход к заработной плате абсолютно... Ну, вот я согласен с Татьяной, заработная плата должна расти на основе роста экономики. Вы не закладываете абсолютно никакие факторы роста экономики, абсолютно нету стимулирования ключевых... А что такие вот факторы роста экономики? Что треба закладывать? Нет, должна быть поддержка ключевых отраслей, бюджетнообразующих отраслей. Если у нас остаётся поддержка агропромышленного комплекса на уровне 4 миллиардов, с учётом того, что мы вроде бы как являемся аграрной страной... Ну, вот у нас тут, до речи, заступник министра экономики, который как раз... У нас не добавляется в этом вопросе ничего. У нас нету фактически промышленной политики. У нас нету политики в части индустриализации. И это важные вещи, которые, опять же, не дают возможности говорить о том, что с чего будут подниматься пенсии, с чего будут подниматься выплаты на детей. Потому что главная проблема на сегодняшний день, это проблема демократическая. Будь ласка, панамин.